Доброго здоровьица, уважаемый посетитель! Я вам немножечко рассказывал про золотые правила питания, потом взял ее, да удалил. А оказывается, вот сын мне дал ссылку и вы можете эту книгу заказать через озон и получить там какие-то небольшие денежки. Итак, что в этой книге? Чтобы вы понимали, насколько это мощный, адаптированный научный труд. Ну так я считаю. Может некоторые скажут, это не научный труд, может еще там что-нибудь. Ну, давайте. Вступительное пояснение книги. Тема первая. Пищеварительная система человека. Вот. Ведение в науку питания. Второе. Некоторые философские рассуждения питания человека. Из чего возникает, строится и поддерживается физическое тело человека. Среда обитания, тело и пища. Эволюция пищеварения и ее отображения в организме человека. Механизмы отбора, переваривания и усваивания пищи. Третье. Физиология пищеварения. Пищеварительная система человека вкратце. О ферментах и энзимах. Рот и зубы. Желудок. Тонкий кишечник. Поджелудочная железа. Печень. Тойщая кишка. Устройство кишечной стенки. Пищеварение в тонком кишечнике. Толстый кишечник. Кровь. Кровеносная система. Межклеточная жидкость. Средизодительная ткань. Внутриклеточное пищеварение. Регуляция потребления пищи. Дело в том, что мы с вами питаем клетки. Клетки организма. И пищеварение должно пройти и напитать наши клетки. Вот это все, как это идет, в голове выстраивается. Работа пищеварительной системы как единое целое. Роль микрофлоры в пищеварении. Роль брюшного мозга и кишечной гормональной системы в пищеварении. Это последнее открытие, которое сделал академик уголев. Насколько это все важно для нас в пищеварительной системе. Зачем это нужно? Потому что как раз вот этот брюшной мозг, гормональная система пищеварения, это является своего рода механизмом, с помощью которого мы через пищу приспосабливаемся к жизни в окружающей среде. А именно, потребляя продукты, мы переходим, грубо говоря, из весны в лето, из лета в осень, из осени в зиму и обратно. И мы становимся частицей этого пространства. И поэтому звери особо-то и не болеют, у них дохтору-то нет. Другие характеристики пищеварительной системы. Некоторые выводы. Четвертое. Практические рекомендации по нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Тема два. Взаимодействие пищи с организмом человека. Как создается пища? Второй состав пищи. Энергетические поля, о которых практически никто не говорит. Все мерят о том, что в белке жиры углеводы, и все это тут какая-то пропорция должна быть. Вода, белки. Основная функция белка в организме. Потребность человека в белке, аминокислотах, индуцированный ауфтолизм. Что это такое? Цифическое динамическое действие пищи. Что это такое? Углеводы, жиры, витамины. Понимаете, все эти витамины. Все, что это, знаете, дань, я так сказать, отдал. Нашел информацию по этим витаминам, все это записал. Вред искусственных витаминов. Витамины должны быть естественные. Все, что мы делаем в виде искусственных солей, собираем в таблеточки, в пилюречки. Насколько это эффективно работает? Очень трудно нам определить. А фальсификаций уж огромное количество. Минеральные элементы. Пошли. Тра-та-та-та-та. Где они содержатся? Третье. Разрушение пищи. И начинается. Энергетические поля разрушаются. Как вода разрушается? Белки, углеводы, жиры, витамины, энзимы, минеральные элементы. Далее. Ароматические вещества, фитонциды, органические кислоты, дубильные вещества. То есть, как тепловая обработка и прочие виды кулинарной обработки, прочие виды сохранения пищевых продуктов влияют на это. Далее пошло правильное сочетание пищевых продуктов. Это как вжик описали. Шестое. Различные разъяснения по питанию. Видовое питание. Что такое видовое питание? Вот все там говорят, то ли сыроедеть надо, то ли, грубо говоря, вот так вот надо питаться, то ли мясом не надо питаться, потому что у нас это. Все это разъясняется. То есть, вообще-то, любое живое существо приспосабливается в первую очередь и пищеварительная система, и его внешний вид приспосабливается к условиям добывания пищи для себя. То есть, где он кормится. И чтобы кормление было лучше, грубо говоря, в океане. И уже появились там из сухопутных животных, которые вот стали дышать в морской там этой среде. Появились дельфины, появились там киты, косатки, все это такое. И у них, естественно, отпали все эти там руки, ноги, то есть передние лапы, задние лапы. Они видоизменились. Этот хвост стал, грубо говоря, основным средством для того, чтобы передвигаться в этой среде. Как все изменилось. Плюс у них, естественно, способ добычи, там, хватания, там, все изменилось. Мы, вернее, животные, да и растения приспосабливаются к той среде, в которой они питаются. С учетом этого меняется все абсолютно. И вот это как раз видовое питание, которое свойственно нам. Каким оно должно быть? Потом в принципе питания соответствует иньян, посуда для приготовления здоровой пищи. Так, несколько способов, которые позволяют сохранить максимум полезных веществ и ферментов во время приготовления. Употребление пищи в течение дня. Почему? Да потому что у нас идет космический ритм. Смены дня и ночи, смены энергетики. И в соответствии с ней давным-давно работает пищеварительная система. Переход на правильное питание, практические рекомендации по переводению с вами пищи. Критерии нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Тема 3. Информационно-энергетическое влияние пищи на организм человека. То есть того, что это вам не белки, жиры и углеводы. Это совершенно иное влияние, о котором в первую очередь знали наши древние врачи. А потом все это отбросилось. Пошли жиры, белки и углеводы. Вот так вот. И поэтому тогда не ясно, почему от продукта, который вроде бы полезен, возникает изжога, возникает воспаление поджелудочной железы. Продукт там, он-то хороший, но оказывается, вам-то особо не подходит. Почему? Рекомендации, основанные на качествах продуктов, вкус пищи, форме консистенции, информация, заключенная в продуктах под влиянием климата и места по разрастанию. Это именно та информация, которая нужна нам для построения тела, чтобы мы с помощью пищи приспосабливались к вот этому месту, где мы живем, к смене сезона года. И тогда нас особо ничего не будут брать, мы не будем болеть. А если мы это не знаем и забыли, или вообще все эти знания игнорируются, да сколько сейчас больных? А, полным-полно. Сила действия пищевых продуктов на организм человека, воздействие цвета пищи. Второе. Индивидуализация собственного питания. Общие сведения об индивидуальной конституции. Есть здесь. Регулировка, значит, жизненных принципов с помощью питания. Есть здесь. То есть мы уже индивидуализацию именно для себя. Не с помощью там того, а я так буду фруктоед, я так буду сыроед, я буду гетарианец, или еще как-то. А совсем по другим параметрам вы будете это все делать. Третье. Интеллектуальное развитие человека питания. Подробно о шести вкусах и их влиянии на тело человека. Еще видите, сколько? Сколько всего! Влияние вкуса пищи на сознание. Эмоциональная палитра человека и связь ее с питанием. Сознательный прием пищи. Четвертое. Периодическое настроение пищеварения. Пятое. Ошибки при переходе в практике натурального питания. Шестое. Питание и продолжительность жизни. И эта тема меня интересовала. И я собрал информацию, что, что, как. Тема четыре. О пищевых продуктах и блюдах из них. И наконец-таки, как эту кухню всю приготовить. Фрукты, ягоды. Второе. Овощи. Третье. Орехи, семена. Четвертое. Озерной крупа. Пятое. Бобовое. Шестое. Сладости. Масло. Жир. Как это все приготовляется? Молоко и молочные продукты. Мясо. Какое мясо лучше? Надо его замочить. Вначале это правильно вырастить животное. Далее правильно его забить. Потом правильно разделать. Потом дальше замачивание. Соление масла. Ополаскивание мяса после соления. Десятое. Продукция пчеловодца. Одиннадцатое. Съедобные дикорастущие растения. Так. Двенадцатое. Пищевые добавки. Пищевые добавки. Они должны быть естественны. Самая лучшая добавка. Это проросшая пшеница. Я уж опробовал на себе разного рода. И лучше, лучше. Я ничего не встречал. Еще, конечно, маточки на молоко, если так взять. Но где вы найдете натуральное? Оно очень дорогое. Оно должно быть жидким. Вот пьете и сразу чувствуете, как оно действует. Тема 5. Практика применения питания в лечебных и профилактических целях пошла. И взгляды доктора Бюрхера Беннера. Как должен питаться человек. Это его взгляды. Питание детей. Диета доктора Ташева. Опыт сыроедения. Пасты. Что это такое? Какие пасты бывают и почему? 6. О нитратах и канцерогенах в пище. 7. Совет автора по налаживанию правильного пищеварения. Заключение. Вот это вот все богатство будет в вас. То есть тут и научная, и древняя, и разного рода другая информация, которая дана. И вот по этой ссылке, по ссылке вы можете перейти на нее, заказать там где-то там в Озоне, по-моему, это все, и приобрести. Это чудо к нему пока не имеется. Потому что я обнаружил, вот и сын там через Озон все это дело делает. Всему свое время. Если, конечно, там бандиты не подпечатают втихаря и не наживаются на работах автора. Кстати, вы можете посмотреть, сколько там торгуют в Озоне. И вот люди говорят, вот, мол, Малахов какой-то там такой плохой автор. А да смотрите, сколько, сколько людей этих. Наживается на нем и все торгуют, торгуют, торгуют. И книги не кончаются. А ему говорят, то есть мне говорят, да, уже давным-давно ничего не выпускается. Откуда что-то на книге. Я удивляюсь.